Всем привет, это EFFECT PRISM, и в этом видео я покажу, как притречить текст, изображение или даже видео к любой поверхности в видео. Ну что же, давайте не будем тратить время, начинаем! Для того, чтобы создать данный эффект, я уже выбрал несколько видео, поэтому давайте нажмем правой кнопкой по одному из них. Выберем NEW FUSION CLIP и перейдем во FUSION. Для того, чтобы притречить что-либо к поверхности, необходимо воспользоваться нодой PLANAR TRACKING, поэтому нажимаем SHIFT PROBEL, набираем PLANAR и выбираем PLANAR TRACKING. Далее, нам нужно выбрать область, которую мы будем тречить. Давайте выберем кадр какой-нибудь. Поудобнее, например, вот этот. И будем в данном случае тречить поверхность земли. Например, выберем вот такую область. Вот так. Теперь, нам нужно установить референсный кадр. Для этого нажимаем кнопочку SET и у нас устанавливается сотый кадр в качестве референсного. Далее, выбираем HYBRID POINT AREA для лучшего качества трекинга и нажимаем кнопку TRACK TO END. Это значит, что PLANAR TRACKER оттречит наше видео от текущего кадра и до конца. После того, как трекинг закончился, нажимаем кнопку GO для того, чтобы вернуться в референсный кадр. Либо же можете PLAYHEAD перетащить мышкой. Разницы, в общем-то, нет. И теперь нажимаем кнопку TRACK TO START. Таким образом, мы оттречили поверхность земли в нашем видео. И теперь нам нужно положить что-либо на эту поверхность. Например, возьмем логотип DaVinci. Для того, чтобы его положить на поверхность, нам нужно в инспекторе PLANAR TRACKER выбрать Operation Mode Corner Pin и подключить изображение к зеленому входу PLANAR TRACKER. Такую конструкцию мы получаем. И теперь просто, потянув за уголки, располагаем логотип на земле. Не обязательно располагать именно в той области, которую мы тречили. Можно где-то рядом. Помимо того, что PLANAR TRACKER работает как трекер, он работает еще и как нода Merge. Поэтому в настройках PLANAR TRACKER мы можем выбрать Apply Mode. И давайте поставим скрин для того, чтобы смотрелось немного более натурально. У логотипа появится прозрачность. И давайте проиграем то, что у нас получилось. Как видите, логотип лежит ровненько на земле, как будто он на ней и был нанесен. Дальше. Помимо изображения, можно наложить и видео. Давайте возьмем, ну, например, вот такое видео. Если его длина не соответствует участку видео, который вы тречили, можно нажать кнопку Loop на всякий случай. На тот случай, если вот это видео закончится, оно начнется сначала. И также подключаем его к зеленому входу. Как видите, видео также расположилось на земле. Отмотаем в начало и проиграем еще раз. И видео проигрывается так, как будто оно лежит на земле. Давайте вернемся на вкладку Edit и рассмотрим немножко другой вариант. Здесь видео с уезжающим поездом. Вот где-то в этом моменте поезд уже скрывается за освещением, поэтому давайте его подрежем. И также нажмем правой кнопкой, выберем New Fusion Clip и перейдем во Fusion. Давайте здесь оттречим поезд. Для этого, опять же, выбираем ноду Planar Tracker. И давайте выберем область стенки вагона поезда. Пусть будет примерно так. Опять же, выставляем референсный кадр, выбираем Hybrid Point Area. И вот здесь еще Motion Type. Давайте выберем Translation, Rotation и Scale, потому что здесь пошатывается камера, поезд уезжает. То есть движение достаточно сложное. И опять же нажимаем кнопку Track to End. Возвращаемся в референсный кадр и нажимаем Track to Start. Трекер отработал достаточно неплохо, но, как видите, сполз чуть-чуть. Давайте все-таки оттречим еще раз. Выберем более контрастные точки на видео. То есть вот этот уголок, чтобы трекер не сползал. Вот здесь. Вот эту точку. И пусть будет вот эта. И замкнем. Итак, трекинг закончился. Теперь давайте добавим текст. Напишем, например, Поезд. Вот так. В Планар Трекере меняем Operation Mode на Corner Pin. Подключаем к зеленому входу наш текст. И располагаем текст на вагоне. Текста почти не видно, потому что он маленький. Давайте увеличим его размер. Даже чуть-чуть больше сделаем. 0,6. Вот так. Можно поменять цвет. Например, на цвет неба. И также, для большей натуральности, давайте поставим Apply Mode Screen. И давайте проиграем то, что у нас получилось. А надпись чуть не влезает. Давайте все-таки размер чуть-чуть подуменьшим. Вот так. И вуаля. Надпись едет вместе с Поездом. Я надеюсь, эффект вам понравился. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...